Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Евгений Копейный. С нами на прямой связи по скайпу. Сегодня экс-депутат Государственной Думы Российской Федерации и политический деятель Илья Пономарев. Илья Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Для тех, кто звонит из-за рубежа код плюс 371, также можно нам писать по WhatsApp 230 6191. Вы были единственным депутатом Государственной Думы России, который в 2014 году проголосовал против присоединения Крыма. Это решение сильно отродилось на вашей жизни впоследствии? Безусловно, сильно. Вот видите, я вынужден находиться вне территории России. После того, как это произошло, сразу были возбуждены разнообразные дела. И в августе 2014 года меня не пустили назад вернуться из командировки, в которой я был. Поэтому вынужден оказался на чужбине. Сначала был в Штатах, но хотел все время перебраться куда-то поближе все-таки к родине. И в 2016 году переехал в Украину. И с 2016 года живу здесь. Вы сейчас проживаете в Киеве. Чем там занимаетесь? Я в основном занимаюсь бизнесом. Я считаю, ну как бизнесом, который связан с политикой. Я считаю, что одна из главных проблем для Украины это проблема энергетической независимости. Поэтому мы с моими друзьями, которые тоже оказались в конфликтных отношениях с нынешней российской властью, сделали инвестиционную кампанию в Соединенных Штатах. Она стала первой, которая вышла на Нью-Йоркскую биржу Насдак. Из компаний, созданных под Украину, мы подняли больше 200 миллионов долларов под инвестиции в нефтегазовый сектор этой страны. И вот этой кампанией я сейчас и занимаюсь. То есть можно сказать о том, что эти события, которые произошли в вашей жизни после голосования, они сыграли в какой-то степени положительную роль? Или нет? Все-таки так нельзя говорить. Ну, я думаю, что, наверное, говорить, что они сыграли положительную роль, я не могу в том плане, что я вынужден находиться вне своей родины. И последние два года не мог выполнять полноценные депутатские обязанности, на что меня выбрали, потому что с 2014 по 2018 год, хотя мне удалось переправить карточку для голосования в страну. И мой коллега, и друг Дмитрий Гудков голосовал от моего имени этой карточкой, мы с ним обсуждали нашу позицию по разным законопроектам, но все равно депутатская работа, это работа с избирателями, это работа в комитетах, всего этого я, соответственно, делать не мог. Но, конечно, в любой проблеме надо видеть и положительное зернало. Я сейчас живу в прекрасном городе, на улице отличная погода, намного лучше, чем в Москве. Вокруг прекрасные люди, меня здесь любят, и я занимаюсь любимым делом. В этом смысле это, конечно, хорошо. Гражданином какой страны вы сегодня являетесь? Россией, конечно. Но вы хотели получить украинское гражданство или нет? Ну, я скажу так, что я до сих пор этого делать не хотел, и поэтому, соответственно, и не получал. Но сейчас у меня чисто технически подходит к концу мой загранпаспорт, и, естественно, моя родина отказывается мне выдавать новый паспорт. И для того, чтобы не оказаться человеком без паспорта, скорее всего, вопрос о гражданстве встанет. Но пока этот вопрос еще не решен. Вы следите за выборами президента Украины, потому что Зеленский, Порошенко, второй тур, 21 апреля, предстоит сделать выбор. Вот насколько вам это интересно, и насколько эти выборы для вас, насколько они неожиданные, их результаты, как вы считаете? Ну, конечно, это очень интересно. Во-первых, есть чувство острой зависти. Очень хочется, чтобы у нас было что-то похожее. Во-всяком случае, здесь выборы абсолютно свободные, абсолютно свободная конкуренция, кандидаты на любой вкус, медиа конкурентные. То есть в этом смысле, конечно, украинское политическое пространство, оно абсолютно свободно, и очень бы хотелось, чтобы в России было создано что-то похожее. Безусловно, в Украине очень много проблем экономического, прежде всего, характера. Действующий президент не смог их пока решить, хотя формально это не его полномочия, полномочия правительства, но мы понимаем, что именно он лидер той самой парламентской коалиции, которая сформировала это правительство, тем самым он влияет на ситуацию, и пока большинство украинцев живет хуже, чем оно жило до революции. 2014 года, чем активно пользуется путинская пропаганда. Поэтому, конечно, для меня эти выборы, это очень важно. Я общаюсь со всеми основными кандидатами, ну вообще из 39 кандидатов, которые участвовали в этих выборах, я посчитал, что я знаю 2 трети лично, но с основными кандидатами общаюсь достаточно интенсивно в течение всей избирательной кампании. Сейчас продолжаю это делать, и поскольку бизнес у меня достаточно крупный для Украины, что он, условно, зависит от того, какая будет власть. Ну и самое главное, мне действительно не все равно, будет ли успех у Украины и украинцев или нет. Очень надеюсь, что будет. Кто является сегодня наиболее достойным кандидатом на пост президента Украины, на ваш взгляд? Ну, это вопрос, наверное, ко мне некорректный, потому что я россиянин, я представитель страны, которая находится в состоянии войны с Украиной, но я считаю, что оба кандидата, которые вышли во второй тур, вполне могут достойно возглавлять страну. Это два совершенно разных выбора, разного направления развития, разного стиля руководства, и вот осталось уже меньше трех недель, когда украинский народ определится, в какую из этих сторон он будет идти. Но этот и тот курс, он будет в любом случае прозападный, проевропейский, то, что некоторые особо ретивые сторонники действующего президента пытаются господина Зеленского обвинять в том, что он, значит, какой-то чуть ли не там пропутинский, пророссийский кандидат, это, конечно, совершенно не так. И госпожа Тимошенко, и Зеленский, и Порошенко, они, прежде всего, проукраинские. Взгляды их во внешней политике одинаковые, у них есть разница с точки зрения реализации политики внутренней, социально-экономической политики, но как раз, собственно, это и украинцы сейчас и выбирают, по какому пути они будут идти. Ну вот есть такое мнение, что как раз Россия, российская власть делает ставку на Зеленского, потому что считает, что он будет более либерально настроен по отношению к Кремлю. Так ли это на самом деле, как вы считаете? Не, я уверен, что это полная ерунда. Ну, все-таки у меня определенные связи в России остались. Я знаю, что Кремль, ну, как у нас это говорят, там состоит из разных башен. Вот у этих башен были разные точки зрения относительно украинских выборов. Та башня, которая, грубо говоря, политическая, там к ней относятся вот таких людей, как там Сурков, там так далее. Они, наоборот, делали ставку на то, что Порошенко останется. Потому что это такое привычное зло, с которым понятно, как взаимодействовать. И, скорее всего, это выбор Порошенко означает замороженный статус конфликта на Донбассе. Если будет выбор в сторону Зеленского и вот там силовое крыло Кремля, да, ну, он просчитает, что любой кандидат, кроме Порошенко, это плюс для Путина, для Кремля. Они продвигают эту повестку. Они считают, что как-то, значит, этот конфликт начнет развиваться. Если выиграет, ну, вот там больше думали, что выиграет Тимошенко, как-то к Зеленскому никто серьезно не относился. Но в любом случае, что он будет развиваться. Просто надо понимать, что я не считаю очень правильным и справедливым там тоже обвинение Зеленского, что Зеленский активно связан с Коломойским. Но такая теория у некоторых людей бытует. И если эта теория правдива, то Коломойский это же самый антироссийский настроенный олигарх в Украине. Это тот человек, который возглавил Днепропетровскую область в 2014 году. И в отличие от коллег в Донецкой и Луганской областей он смог остановить продвижение вот этих пророссийских разных так называемых активистов на запад страны. Поэтому нету человека, которого бы ненавидели в этом смысле больше. Собственно, это вот клише российских пропагандистских каналов Жидобандеровщина. Жидобандеровщина это ровно потому, что Коломойский. Это его они обвиняли в том, что он жидобандеровец. Поэтому выбор Зеленского, конечно, я считаю, что это ни в коей мере не пророссийский выбор. Но это определенный шанс на то, что конфликт из состояния замороженного перейдет в состояние какого-то разрешения. Но вы кому-то более симпатизируете из этих двух кандидатов или же нет? Есть у вас какие-то определенные симпатии? Я вам уже ответил на тему того, что я считаю это говорить некорректным, потому что я россиянин. Вот здесь у нас были большие споры. Я, например, там лично дружу с Михаилом Саакашвили. И я много раз ему лично говорил и публично про это говорил. Но не должны иностранцы участвовать в украинской политике. Участвовать в качестве экспертов, как работников исполнительной власти, когда избранные украинцы говорят, что необходимо делать, депутаты, парламент или президент. Это мне позиция понятна. Как у нас это говорили, военспецы. Это мне ясно. А когда люди сами пытаются вмешиваться в политику другой страны, я считаю это неправильно. Я, собственно, когда голосовал против аннексии Крыма, это исходит как раз из вот этой моей ценностной модели. Каждая страна должна определять свой путь сами. И любое вмешательство, даже из хороших и добрых побуждений, это просто неверно. Как вы оцениваете роль Михаила Саакашвили? Потому что он сыграл определенную роль все-таки в украинской политике. Потом был изгнан. Сейчас Зеленский говорит, что пустят его обратно. Вы как раз сказали о том, что вы находитесь с ним в дружеских отношениях. Если посмотреть беспристрастно на роль Михаила Саакашвили. Я не считаю деятельность Михаила успешной в Украине. Собственно, именно потому, что он, на мой взгляд, во-первых, до конца не мог понять, кто он. Он политик или он менеджер, или он советник. Это разные роли. Во-вторых, была проблема с командой. Все-таки его команда, с которой он работал в Грузии, она все-таки большей частью осталась в Грузии, не пришла сюда. Поэтому та часть команды, которая занималась реформой и правоохранительной системой, эта реформа, как и в Грузии, стала успешной. Реформа патрульной полиции и так далее. Его работа в детской области, это было здорово по настрою, по устремлениям, но не очень хорошо в виде результата. Ему многие мешают. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9 Звоните нам, также пишите по WhatsApp 230-6191 Задавайте свои вопросы. И вот Алекс спрашивает, что чувствует Дон Кихот, находящийся неудел и вспоминающий свою борьбу с ветряными мельницами в России? Нет ли сожаления о чем-либо? Вот так вас описал слушатель. Нет. Во-первых, я себя не чувствую неудел. Я как раз в России себя очень сильно чувствовал неудел. Потому что в России создана такая система, что ты не можешь, будучи в оппозиции, в чем-то конструктивно участвовать. То, что мне пытаются в чем обвинить путинские власти в фонде Сколково, это как раз, видев, он дал возможность, понимая, что это птицы и так далее. Но тем не менее, востребоваться и профессиональные качества, знания, связи, умения и так далее. Я им за это очень благодарен. Давайте мы сейчас вам перезвоним. У нас возникли проблемы со звуком. Мы сейчас вам перезвоним для того, чтобы восстановить качество звука. Это буквально займет несколько секунд. Мы напомним, что с нами можно связываться по телефону прямого эфира 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Звоните нам. Да, пожалуйста, звоните, задавайте вопросы нашему сегодняшнему гостю. Также можно задавать вопросы и в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Экс-депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев. Илья Викторович снова с нами на связи. Здравствуйте. Слышите ли вы нас? Да, я слышу вас хорошо. В общем, чтобы закончить ответ на предыдущий вопрос. Это вопрос востребованности. И главное, я считаю, вообще это не ошибка. Это преступление, которое совершает Путин. Это то, что он выкинул огромное количество людей, которые находятся в оппозиционных к нему политических взглядах, вообще сделал им запрет на любую профессию, которой бы они могли заниматься. Могинализировал. И это создательное с его стороны действие, потому что он как раз не хочет, чтобы управляли сильные менеджеры, которые бы могли с ним конкурировать. То есть путь к управленчеству, к руководству страны может быть только через Единую Россию, через правящую партию, через сторонников страны. Поэтому в России я, конечно, чувствовал, что вот есть эта борьба с ветряными мельницами. Я чувствовал о том, что я не могу ничего сделать. После 12 года было весело, но не более того. А сейчас я чувствую, что я занимаюсь конкретным делом, который принесли конкретные результаты и украине, и мне лично, и в конечном баке. Илья, мы просто сделаем снова перерыв. У нас что-то происходит со звуком, видимо, связь. Мы сейчас небольшой перерыв. Микс Ньюз. Мы продолжаем. Эта программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи политический деятель Илья. Илья Пономарев. Илья Владимирович, еще раз здравствуйте. Слышите ли вы нас? Еще раз надеюсь, что теперь будет лучше. Да, интересно, что когда мы затронули вопрос о Дон Кихоте, тогда, собственно, и начались проблемы со связью небольшие, но мы надеемся, что во второй части они не возникнут. Но вот продолжая наш разговор, вы как раз сказали о том, что ваша жизнь сейчас изменилась в лучшую сторону в том смысле, что вы востребованы, вы можете заниматься тем, чем занимаетесь. Но все-таки, когда мы говорили с Михаилом Ходорковским, он сказал, что у меня было два пути выбрать иммиграцию, в общем-то, отчуждение от России и жить уже своей жизнью в новом обществе или все-таки ждать того момента, когда я смогу вернуться. Вот вы для себя сделали этот выбор. Вы хотите вернуться в Россию? Я, безусловно, хочу вернуться. И я хочу, чтобы моя страна была успешной. Я хочу на нее воздействовать. Я хочу вернуться и в свой город Новосибирск, который 10 лет представлял в Государственной Думе и, в принципе, на свою родину. Поэтому желание это у меня есть. И мы с Михаилом Ходорковским в этом смысле очень похожи на ситуацию, потому что я не выбирал путь иммиграции. Я никогда сознательно из страны не уезжал. Я не смог в нее вернуться. И он тоже его посадили в самолет и выслали из страны. У нас есть большое количество друзей, которые сознательно выбрали путь иммиграции, но у нас это сложилось по-другому. Когда произойдет возвращение, я не знаю. И мы в этом смысле по-разному себя сейчас ведем. Михаил Борисович занимается тем, что в основном работает с движением, которое называется «Открытая Россия». Строит свою группу поддержки на территории страны. я больше считаю важным добиться успеха Украины. Потому что я считаю, что если Украина будет успешной, то пример для россиян, что революция это не только не страшно, но это идет в плюс, он будет очень мощным. Я думаю, что именно поэтому Путин так много усилий прилагает, чтобы этого не случилось. Потому что здесь дело, конечно, ни в каких, ни в НАТО. И его достаточно все равно, я считаю, будет ли Украина членом Евросоюза или не членом Евросоюза. Ему важно одно, чтобы Украина не стала успешной. Но все-таки ведь была такая теория, если не Семенович Бзижинский как раз ее озвучил, что Россия без Украины не может стать империей. Насколько это справедливо? Я не знаю, я абсолютно на 100% уверен. А, Бзижинский, да, Бзижинский, может быть, у него были мысли о том, что Украина это очень важно. Но, вы понимаете, мой взгляд, я точно антиимпериалист, я интернационалист последовательный, и я считаю, что когда вот этот морг с России сойдет, и уйдет Путин и так далее, я считаю, что и Украина, и Россия обязательно будут членами единого европейского пространства, будет ли это называться Евросоюз или что-то другое, я не знаю, но, безусловно, мы будем жить в едином союзе и будем членами одних оборонительных блоков. Я считаю, что все страны, которые базируются на этической платформе возрождения, на христианской цивилизации, в делу христианской цивилизации, если хотите, это вся Европа и Россия, и Америка, на самом деле, и Северная, Южная. Я считаю, что мы обречены на то, чтобы жить вместе, в дружбе, в союзе. Мы отличаемся от этической основы тех стран, которые азиатские, Китая, Индия. Это не означает, что мы с ними должны враждовать, от них нет, но просто мы разные и конкурируя в глобальном пространстве, мы будем обязательно объединяться. Да, у нас есть звонок, сейчас радиослушатели на линии, добрый день, слушаем вас. Добрый день, вот последние ваши комментарии вызвали, изумление, единый оборонительный блок России и Евросоюза. Мы вот живем в Европейском Союзе, примерно знаем, что это такое, и как сюда вступают страны, на каких условиях, и вот какие-то передачи, вы часто бываете в Украине. Да, задавайте вопрос, нет времени. Вопрос очень простой, значит, по моим сведениям, два депутата в российской Госдуме в бегах. Первое, это Митрофанов, которого обвиняют во взяточничестве, и вы за растрату государственных средств. Имеется в виду там какие-то, значит, проблемы со Сколково. Вот вы, человек состоятельный, не проще вернуть эти деньги и вернуться в Россию, перестать перед честным, значит, судом и спокойной жить в этой стране, принося ей пользу, а не бегая там по задворкам Европы и выступая в сомнительных встречах политических отчетов. Спасибо вам. Спасибо. Что можете ответить? Спасибо за вопрос. На самом деле депутатов, которые находятся по разным причинам не территории России, гораздо больше, по-моему, 9 или 10 человек, если я не ошибаюсь. 9 или 10, короче. Некоторые из них уже убиты, как Денис Вороненков, поэтому это не означает, что это люди бегут только к хорошей жизни. По части депутатам есть действительно реальные претензии к ним, тот же самый вот коллега Митрофанов, кто был моим соседом по партии какое-то время в Государственной Думе, его действительно взяли с поличным при попытке, я бы сказал, это не совсем взяточностью, там скорее рэкет, он был посредником при передаче денег, их всех повязали просто физически. Что касается моего случая, то это чисто политическая тема, там нет никаких правонарушений, международные собственно правоохранители с этим уже разобрались, когда Россия направила документы в Интерпол и так далее, поэтому претензии ко мне есть только там. Но то, что касается денег, то деньги все, российское так называемое правосудие, все забрало, которые, то есть они считали, что я им должен, поэтому никаких долгов у меня перед Родиной нет. Просто несмотря на отсутствие каких-либо долгов и так далее, есть уголовное дело, которое сделано специально с единственной целью, это было распоряжение лично российского президента, это меня нейтрализовать, чтобы я занимался чем я хочу, но только где-нибудь подальше от России. Поэтому, к сожалению, я туда вернуться просто не могу, если я буду возвращаться, меня на границе должны арестовать, и 10 лет это вот то, что, соответственно, за это ожидает. Ну, я никогда тюрьмы не боялся, но я не вижу никакого смысла это делать. То есть вы, получается, являетесь одним из личных врагов Владимира Путина, так можно сказать? Ну, вот у него есть там разные враги, разная категория врагов. Для него самая распространенная категория врагов это предатели, которых он очень не любит. И для него предатель это любой человек, который был на его стороне, а потом по той или иной причине от этого отказался. Вот Борис Абрамович Березовский, да, был на его стороне, но, значит, от этого отошел. Борис Ефимович Немцов покойный, которого я уважаю очень человек, но тоже вот он ему помогал Путину в начале 2000-х годов, потом отошел. Это вот категория для него предателей. Есть категория уважаемых врагов, которые с самого начала были против и этого не скрывали и про это говорили. Вот например, Алексей Алексеевич Венедиктов, глава Эхо Москвы, да, вот он для него такой уважаемый враг, который с самого начала был против. Ну, вот я думаю, что я нахожусь в этой же самой категории именно потому, что Путин знает, что никаких денег нигде не брал, никогда государственный за государственный счет не жил, и никогда сторон тоже не менял. У меня была возможность с ним это обсудить лично, поэтому я это не только на основе догадок, а в общем на основе результатов личного общения, могу сказать. Вот много говорят о том, что, по крайней мере, есть такая теория, что Путин достаточно жестоко расправляется с предателями, и это об этом свидетельствует сейчас история со Скрипалями, опять же, с Борисом Березовским. Непонятно, сам он покончил жизнь самоубийством, или ему помогли. Вот как вы считаете, вот эта роль Владимира Путина и какие-то размышления на эту тему, они являются обоснованными, что действительно он отдает приказы устранять физически? Я так скажу, что если бы я был на его месте, то я бы сам с предателями Родины, которые сделали что-то незаконное, в результате чего пострадали российские граждане, поступал бы весьма и весьма жестко. Но те случаи, которые вы говорите, они к ним не относятся, потому что те же самые Скрипали, Скрипаль это был действительно предатель Родины, подонок, здесь моя оценка с Путинской совпадает, но тем не менее он был осужден, разоблачен, после этого обменен на ряд российских разведчиков, которые были задержаны на территории Соединенных Штатов, в этом смысле его вина перед Родиной искуплена. И по кодексу спецслужб не преследуют после того, как совершен обмен. Я абсолютно уверен, что он пострадал не за то, что он был предателем, шпионом, иностранным агентом и выдал целый ряд своих сослуживцев другим спецслужбам. Я думаю, что он пострадал за то, что он помогал расследованию в Испании против Тамбовской группировки. Она действительно связана очень плохо с Путиным по городу Санкт-Петербургу. Но я думаю, что причина покушения на Скрипаля наносила не политический, а вот такой, если хотите, коммерческий характер. В этом смысле так же, как и, например, убийство Александра Литвиненко, который имеет ту же самую природу по тому же самому испанскому делу Тамбовской группировки. То есть, сделали его российские государственные службы, но мотивация их была, я думаю, здесь не устранение предателем. Когда вы были депутатом Государственной Думы России, вы использовали выражение «жулики» и «воры» по отношению к депутатам в ходе обсуждения закона о клевете, но не назвали конкретных имен, что вызвало волну их недовольств по отношению к вам и со стороны депутатов. Началась так называемая травля, кто-то ее так называл. У вас не было желания подтвердить свое обвинение в адрес каких-то конкретных депутатов фактами? Ну, как я подкреплял конкретными фактами, у нас с коллегой Гудковым была целая программа, которая называлась «Золотые крендели». Это была серия расследований, которую мы вели, и несколько депутатов были вынуждены сложить свои мандаты на основании этих расследований. Например, был такой депутат Ростовской области, который покинул Государственную Думу, несколько депутатов остались, но их не включили в списки на тех выборах, которые были потом в 2016 году. Это тоже результат тех самых расследований. Просто тут работает принцип круговой поруки. Я называл именно конкретно «Единую Россию» партией жуликов и воров и говорил о том, что эта кличка приклеилась к ним в народе абсолютно не случайно. И мое выступление в Государственной Думе, с которыми лишили надолго слова, оно было как раз в том, что они позорят всех депутатов, всех остальных честных депутатов, потому что не все депутаты жулики и воры отменить. Но тем не менее принцип круговой поруки был более крепок. И в итоге главным пострадавшим оказался я, а не те, кого следовало бы наказать. Алексей Навальный оппозиционер сказал в интервью о вас, если вы позволите я процитирую такая довольно большая цитата, но так или иначе. «Илью Пономарева я никогда не считал своим политическим союзником. Он какой-то странный, жуликоватый парень. Когда выяснялось, что он читал какие-то лекции, за которые получил 750 тысяч долларов, а потом еще пытается доказать, что его лекции стоили этих денег, мне стало просто смешно, зная, сколько за эти лекции получают лучшие профессора. Я понимаю, что лучшая награда Илье Пономареву за это преподавание пинками прогнать его». Вот как бы вы на это ответили, и обидно ли вам, когда вас называют жуликоватым парнем? Я понимаю в данном случае, что это такая мутрополитическая конкуренция. Коллега Навальный на мой взгляд ведет себя в принципе не очень правильно с политической точки зрения. Он просто хочет быть одним, он хочет быть таким безальтернативным лидером оппозиции, чтобы больше вокруг никого не было, поэтому он использует трудную ситуацию у любого другого для того, чтобы на него напасть. Он таким образом нападал и на Ходорковского, и на Куткова, и на Касьянова. То есть он перессорился абсолютно со всеми, кроме, соответственно, группы его личных сторонников, которые находятся вокруг него. У него сейчас плохие отношения абсолютно со всеми оппозиционными политическими фигурами. Ну да бог ему и судья, все равно, когда будет какое-то обострение, мы все равно будем с одной стороны баррикад. Я всегда исповедовал эту точку зрения. Но по-человечески, конечно, это неприятно. Тем более, что Навальный полностью повторил просто версию Следственного комитета про какие-то мифические лекции, которых никогда не было и которых и не должно было быть. там речь шла про программу продвижения Сколкова за границей, привлечения иностранных инвестиций в страну, строительство университета нового совместно с Массачусетским технологическим институтом. Все это было, естественно, сделано. Просто они зацепились за одну из строчек в перечне того, что необходимо было делать там публичные выступления в форме лекций, семинаров, конференций и так далее. И вот начали лекторы и так далее. Это чистый пиар. Еще расскажу, что за этим ничего нет, что международные правоохранительные структуры уже давно признали. Да, у нас есть еще звонок. Слушаем вас. Добрый день. Господин Банамаш. Слушаем вас. Здравствуйте. Так, сорвался. Звонок 6М2 1293.9 и 6М2 1393.9 Какие у вас последние воспоминания о России? Ну, вы знаете, я не очень, я хотя родился и вырос в Москве, я не очень люблю Москву, но я очень сильно люблю Сибирь. Я в нее переехал сам, осознанно, когда мне было вообще в 2011, с тех пор там, ну, жил между Москвой и Сибирью в разных городах. в Западной Сибири очень много было нефтяных регионов. Жил в Якутии, жил в Красноярском крае, потом вот в Томской области, потом переехал в Новосибирск. И вот самые большие воспоминания, такие самые теплые у меня, конечно, о этих регионах, и я про это могу говорить бесконечно, про болота Западной Сибири, которых, собственно, добывается основное национальное богатство нефтегаз, про красивейшую реку Лена с Ленскими порогами, особенно, когда зима, очень, очень там красиво. Красноярский край с бесконечной тайгой, березки нашей Новосибирской области. Я постоянно по области ездил, у меня больше избирали всегда голоса сельские районы, потому что у нас область такая левая, и мы договорились с коммунистами, что я не очень сильно мешаю им в городе Новосибирске, но зато они мне не очень сильно мешают по области, тем более, это была такая геморройная история, область очень большая, примерно 900 километров в ширину и 600 километров в высоту, то есть это такой большой очень кусок территории российской и я люблю самогонку, значит, в каждой деревне я знаю свой свой самогонки, до сих пор люди переезжают из Новосибирска, мы сейчас там постоянно с ними поддерживаем контакт через соцсети и так далее, вот они знают всегда, что мне привести, вот этот вот вкус и вот эта картинка, она у меня все время перед глазами. Яна, звонок есть, слушаем вас? Да, слушаем вас, вы в эфире. Да, срываются у нас звонки сегодня, 672-12-93-9 и 672-13-99. это не только у меня проблемы. Да. Здравствуйте. Добрый день. Да, как вас зовут? Александр. Да, Александр. Вы знаете, вот вопрос к вашему гостю, я, конечно, не Навальный и его не поддерживаю, но совершенно согласен с ним, что вы человек жириковатый, это, так сказать, не надо быть большим физианистом, но вопрос вопрос у меня такой, значит, вот лично у меня складывается впечатление, что Путин крайне непоследовательный, он, так сказать, принимает решения, которые ведут к падению его ретинга, это и вопрос по Донбассу, и вопрос по пенсионной реформе, и задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Вот вопрос к вам, как вы считаете, он принимает решения или кто-то за его спиной? Спасибо. Да, спасибо вам. Реплику не знаю, хотите прокомментировать? Да, ваша личная точка зрения, оценка меня, она может быть любой, надеюсь, что мы с вами когда-нибудь лично познакомимся, вы эту точку зрения измените, я достаточно часто бываю в Латвии, так что, то есть, ничего этого не мешает, вот, что касается Путина, то моя точка зрения довольно сильно отличается от многих моих коллег по оппозиции, они все время пытаются из него сделать такого диктатора, который вот единоличный правитель, такой нейрон, который все решает, я так не думаю, я бы его больше сравнил бы с таким пауком, который сидит в центре разветвленной паутины из своих друзей, знакомых, олигархов, силовиков, которых он все время друг с другом уравновешивает, балансирует, это на мой взгляд с одной стороны его осознанная стратегия, потому что это делает его незаменимым, то есть, вот почему там не происходит никаких заговоров в верхах, потому что никто друг другу не может договориться ни о чем, и если Путина убрать, то вся эта конструкция, она разрушится, поэтому всем, собственно, страшно, а не потому, что все боятся, что их там бросят какие-то страшные казематы, то есть, Путин, он совершенно не Сталин, но решение по балансировке, конечно, это его решение, но не всегда эти решения, естественно, правильные, он, в общем, тоже живой человек, делает ошибки, тем более, что у Путина всегда было очень плохо со стратегией, но очень хорошо с тактикой. Я думаю, что то же самое решение про пенсионную реформу, оно, скорее всего, было рождено вообще другими путями, чем мы можем себе представить, я думаю, что, скорее всего, ему господин Кудерин много раз ходил и капал на мозги о том, что это надо делать, что государственные финансы не будут сбалансированы, особенно в ситуации с санкций, бюджетный дефицит и так далее, надо его уменьшать, вот для этого нужна, соответственно, пенсионная реформа, а когда прошла пора формировать новое правительство, новую систему власти, нужно было сделать большой противовес Медведеву, он напомнил Путину вот про то, что они про это говорили, чтобы назначить Кудерина главой счетной палаты, он пошел ему навстречу в вопросах пенсионной реформы. Да, у нас есть еще звонок, слушаем вас. Алло, господин Панарьев, очень хочется узнать ваше мнение по отношению к последним коррупционным скандалам в России, вот вы, как Дон Кихот, который борется с мельницами, как бы вы определили такую коррупционную составляющую политики России и скажите, пожалуйста, вы могли бы назвать какие-то методы борьбы с ней? Спасибо. Да, спасибо вам за вопрос. Да, это действительно вопрос очень важный. Смотрите, вот я особенно сейчас активно сравниваю в этом смысле с коррупционной точки зрения Украину и Россию. В России коррупция стала просто способом управления при Путине. То есть, если при Ельцине она тоже, она резко выросла именно тогда, а не при Путине. В Советском Союзе уровень коррупции, конечно, был многократно меньше. Но, в любом случае, при Ельцине это воспринималось как некая беда, как проблема. И вот Украина она также воспринимается, при том, что здесь тоже, конечно, очень много государственных чиновников ворует. Но все равно все воспринимают это как проблема. В России она воспринимается, что если не будет коррупции, то как управлять? То есть, я считаю, что человек некоррупированный в России просто не имеет шансов занять никакую должность. Потому что, если там на мэра города, на губернатора, на министра, нету такой красной папочки, то его никогда не назначат, потому что он не будет подконтрольным. В этом смысле посадить можно абсолютно любого. Вот когда возникает какая-то проблема, то есть, человек взорвался, вышел из-под контроля, его можно наказать, ну и для рейтинга, соответственно, хорошо. Ну вот классическим примером это является история господина Арашукова, сенатора, которого посадили за то, что они пролоббировали в Чечне списание, официальное списание долгов граждан больше трех лет задолженности за газ. С точки зрения экономического смысла, в нем не так много этого самого смысла, потому что и так если есть долг больше трех лет, то его нельзя заплатить, нельзя взыскать срок давности по подобного рода делам. Но с точки зрения их компании, которую они контролировали газовой, это является очень важным, потому что получалось на балансе висит большое количество вот этих самых безнадежных долгов. Но сделав это, они повлияли на все остальные регионы, повлияли на политическую стабильность, привлекли внимание, Путин сказал, ну раз так, значит люди не понимают берегов, мы их накажем. Тот же самый Абызов, которого только что посадили, но этого человека я знаю очень хорошо, это просто патентованный жулик, которого сажать надо было очень давно, методы действия его часто были просто на грани бандитизма, он из нашего региона, из Новосибирского, я как раз по нему делал большое расследование, когда баллотировался в мэр города, потому что это человек, который собственно благосостояние сделал на грабеже жителей Новосибирска по коммунальным тарифам, тем не менее его за это никаким образом не наказывали и так далее, сейчас надо было вот кого-то значит чтобы привлечь к этому опять-таки внимание осадить системных либералов, вот они это сделали, у Лукаева там была другая история, в любом случае это не борьба с коррупцией, это решение совершенно других политических проблем, и никто с коррупцией в России не борется, наоборот, ее используют, потому что не будет коррупции, не будет путинского режима. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим нашу программу, абонент доступен, Илья Пономарев, экс-депутат Государственной Думы России, выходил с нами на прямую связь из Киева, спасибо вам большое, что нашли время и стали гостей нашей программы, эфир провели Анна Смирнова, Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев, спасибо вам, всего доброго и до свидания. До свидания.